Приветствую вас! Мне кажется, что ключевой момент заключается в том, что вы устали от обвинения. Мне кажется, что это ключевой момент. Усталось от обвинения, она, в принципе, как-то появлялась. Усталось от обвинения, она эмоционально, вот именно эмоционально, как-то опять же себя проявляла. И было бы очень неплохо, было бы очень неплохо, если бы, если бы, если бы вы разобрались, если бы разобрались, с тем, от чего конкретно, вот от чего конкретно, прям конкретно, вы устали. Это было бы очень здорово. Было бы очень здорово, потому что, ну... Ваша устала, что она, в принципе, она, в принципе... Понятно. И... Ну... Её, её, в принципе, можно понять, да? Эмм... Её, в принципе, можно... Как-то вот... Эмм... Идентифицировать, да? Эм... Но... Мне кажется, что... Эмм... нужно поисследовать как минимум этот момент как минимум этот момент в первую очередь понимаете такая вот история а вот это первое это первое второе вы спрашиваете как мне реагировать на эти обвинили понимаете вы уже вы уже реагируете вы уже реагируете как-то и мне думается мне думается что вот ключевой момент заключается именно в этом именно в том чтобы понять как я на это реагирую и почему я на это реагирую именно так да то есть если например если например меня допустим допустим задевает задевает что-то да что с этим нужно работать то есть вот такая история мне кажется вот в этом направлении нужно вам работать и уже в зависимости от того что что вы чувствуете да в зависимости от того как вы чувствуете в зависимости от того как вы себя ощущаете и прочее да более конгруентно выражать свои ощущения свои чувства мужу вот и соответственно изгодя из этого уже выстраивать какое-то более такое на мой взгляд адекватное взаимодействие между вами а пока что это просто некое такое жертвенное поведение некая такая жертвенная позиция с вашей стороны вот которые ну просто вот снова и снова да как бы по кругу вот это все происходит и ну ничего хорошего из этого не получается ничего хорошего из этого не происходит к сожалению вот также очень важно согласны ли вы с обвинениями своего мужа да также очень важно понимать задевают ли вас эти обвинения или нет то есть вот эти все моменты их все нужно исследовать их все необходимо исследовать потому что все это опять же влияет на вас очень сильно вот ну и совершенно очевидно что у мужа есть определенная ревность девочки не все мужчины способны принять ребенка чужого ребенка вот это к сожалению правда никуда от этого опять же к сожалению не деться вот и в этом смысле воспринимать на мой взгляд воспринимать своего мужа стоит исключительно с точки зрения что ему вот что-то не нравится что он вот ну как-то вот негативно реагирует на эти вещи по причине своих собственных конфликтов вот такая вот история я бы поднял еще вопрос о доверии я бы поднял вопрос о том что между вами общего я бы поднял вопрос о том как бы ну какие у вас чувства друг другу и что за эти 25 лет произошло 25 лет было очень-очень много вот ну и соответственно порекомендовал бы обратиться вместе вдвоем на семейную консультацию вот для того чтобы совсем разобраться обратиться вдвоем обо всем поговорить и я думаю что тогда уже будет понятно понятно в каком направлении двигаться вот ну и да техника я сообщений вам поможет такая вот история я надеюсь что он помог вам если вам понравился мой ответ ответ буду благодарен за его оценку в качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго удачи и надеюсь что ваша ситуация будет разрешена удачи удачи удачи